Леонид Новиков недавно приобрел себе подержанный автомобиль и решил самостоятельно устранить недостатки, но подключить электроинструмент или просто что-то разглядеть в потемках он попросту не может. Без света весь гаражный кооператив сидит с 1 января этого года. Приобрел автомобиль, думал сейчас техосмотр временно пройти какой-то, чтобы потом по окончании коронавируса всей вот этой кабалы приехать и быстренько оформить страховочку, поехать на автомобиль, опробовать его рыбалочки, все стынет, все ждет, час, а час все не настанет. Света нет, подготовить машину невозможно. Единственный вариант обеспечить себя электричеством – это подключить генератор, но их нужно заправлять, а это недешево. Андрей Виноградов самостоятельно красит свой автомобиль, ведь отдавать машину в сервис мужчину не по карману. Люблю ковыряться с машинами, ну и в сервис гнать дорого сейчас. То есть денег не хватает, сработает тяжело, все в отпусках. Так что вот приходится самому потихоньку как-то ковыряться. С генератором неудобно, то есть где-то день вот поковыряться с машиной выходит 10 литров бензина. Это 400 с лишним рублей в день, как минимум. Договор УГСК-15 заключен с компанией «Энергосбыт Волга». Как сообщил представитель предприятия, света нет по причине отключения 114-й подстанции. Раньше она принадлежала тракторному заводу. Но после банкротства предприятия нового собственника найти не могут. Без этого восстановить энергоснабжение невозможно. Активная работа по поиску нового собственника уже ведется. Мы продолжаем настаивать на том, что необходимо инициировать на площадке администрации города совещание с участием всех заинтересованных сторон. Для того, чтобы все-таки уже принять решение и понимать, кому принадлежит данная земля. И как все-таки скоро будет восстановлено энергоснабжение данного ГСК. Председатель ГСК-15 Игорь Блохин по телефону сообщил, что временное решение найдено. Гаражный кооператив подключат к предприятию «Никтит». Пока, по крайней мере, ведем переговоры, пытаемся договориться. Вроде бы понимание с организацией, стороны организации есть. Больше всего председатель кооператива переживает о том, что если проблема не решится до конца лета, когда люди будут привозить овощи с дачи на хранение в свои гаражи, то травм не избежать. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния, 33.